Девушки отдыхают О службе в двух словах Даже не знаю, что из всего этого получится Ведь о службе в двух словах сказать трудно Служба – это нескончаемая поэма Каждый день можно писать по толстенному тому Причем ни разу не повторится Штурман, место Взгляд в правый иллюминатор и сразу в левый Карандаш двумя пальчиками поднимается над картой Пальчики разжимаются, карандаш падает Тык, есть место Вася Дубасов свое дело знает Не вязка, то есть ошибка, ноль Прокладку в Финском заливе, когда в правый иллюминатор смотрит один берег А в левой – другой, ведут только салаги Вася слегка под шофе, но это со вчерашнего В этой жизни он уже занял свое крейсерское положение Он штурман этой страхолюдины, старший лейтенант и ему 30 лет Всего 30 лет, а уже старший лейтенант, бешеная карьера Вася – отличный штурман, и поэтому его кидают с корабля на корабль У него уже все есть Отдельная каюта, штурманская рубка и желание в 40 лет уйти на пенсию Ни жены, ни детей, в море жаба Не подумайте, что Вася алкоголик Просто иногда до чертиков хочется напиться Вася отлично рисует Кроме картин, чем он, кстати, будет заниматься на пенсии У него есть еще карта Кронштадта На которой с большой любовью, пивными кружками обозначены все пивные точки Как-то ее обнаружил комбрик Он с удовольствием все просмотрел Потом ткнул пальцем в середину Вот здесь забыл До чертиков Вася напивается только на берегу То есть крайне редко Напившись, он всегда идет на корабль Там он останавливается перед трапиком Тщательно примеряется и С первого раза, с разгона Ударяется в правую леерную стойку Отходит, опять тщательно И в левую Затем он всегда принимает решение Забежать на трап Изо всех сил разгоняется И, обычно промахнувшись Пробегая мимо трапа с криком И-е-ех Падает в шинели за борт Вода при этом совершенно не Ташкент Пьющую овру все жалеют Как неразумного ребенка Поднимут, отряхнут и направят в часть Даже патруль не берет Конечно, если ты не орешь в 4 утра диким образом В кустах шиповника И не плачешь на бордюре от невозможности подняться Если Вася попадает в ресторан Он, накачавшись, ходит по залу и целует ручки у дам Медам, говорит Вася, подходя к даме Ваши прекрасные лопатки Перетряхнули всю мою жизнь Белина застилает глазницы, медам Но душа уже рвется по позвоночнику А ниже в атерлинии происходит угрожающее биение метронома Корявая рука судьбы влечет нас навстречу друг другу Короче, прошу разрешения ручку лобзнуть После чего он наклоняется И у оцепеневшей девицы Видавшей всякие виды, но все-таки не такие Целует ручку Однажды он выкинул вот что Вы знаете, как отшвартованы тральщики к стенке? Попкой и форштевнями Носами, то есть, связаны на всякий пожарный Между ними 7 метров провисшего каната Вася поспорил, что с дрыном в руках Он пройдет по канату, не шепелявя С носа на нос На ящик красненького Он уже был налимоненный, но чувствовал себя прекрасно Канат выбрали в тугую Вася взял в руки дрын Это такая тяжеленная палка, которая отпихивается от бревен И пошел Метра два он прошел А потом, вдруг поджав одну ножку Начал раскачиваться И-эх, и-эх Из стороны в сторону Дрын затяжелел И глаза у Васи выскочили, как два крючка Все оцепенели, а Вася крикнул «Мама моя!» и упал Но падая, он ухитрился одной ногой Зацепиться за канат и сжать его под коленкой Все ахнули Вася висит вниз головой И тычет дрыном в воду Пытается найти дно и от него оттолкнуться А дна нет Из Васи высыпается мелочь и документы Ему кричат «Дуб! Брось дрын!» Он бросает дрын и медленно Тут главное не спешить Работая коленом, хочет забросить на канат вторую ногу И это удается Забросил Теперь вспоминается молодость Он подтягивается Уже вцепился руками и ногами А глаза все продолжают вылезать «Дуб!» кричат ему «Ползи сюда!» «Качните его!» «Да посильней!» Вася, вцепившись намертво Висел целый час Его пытались качнуть Чтоб как-то сдвинуть с места Его так качнули однажды Что он чуть не рехнулся Потом закинули канат на шпиль И подтянули Васю к борту «Мда!» Есть что вспомнить «Следующий раз!» Сказал ему тогда комбрик «За такие художества Я вам вставлю в жопу ручку от патефона И проверну А вы в это время будете исполнять Мелодии Дунаевского Штурман место!» Правый иллюминатор И быстро в левый Карандаш над картой Тык! Судоремонтный завод Подводная лодка в сухом доке Грязь, холод, железо Вонь сварки По отсекам горят нештатные светильники Хоть они и горят Но освещают только небольшие пятачки И вахтенные ползают по кораблю Как крысы внутри огромного батона Вахта Даже если корабль будет полуразваленным Стоять на кильблоках То и тогда на нем будет нести Вахта Через день на ремень Нет уже не через день Матройзеров матросов не хватает Они не меняются с вахты сутками Многие стоят по полмесяца В каютах холодно С корпуса снимают листы обшивки И в дыры видно небо Подвахтенные ночуют в каютах Заваливаясь в ватниках Наворотив на себя сверху Немыслимую груду старых вонючих шинелей Придешь на вахту будить Разгребать замучаешься Пока до тела доберешься А спят как убитые А лица чумазые А руки огромные Толстые, синие Как вареники Давно замечено Что у молодых матросов Руки мерзнут Только первые полгода год А дальше все отлично Столовую уже демонтировали Поэтому комсомольское собрание Было решено проводить В кают компании Там все готово И светильники протянуты С базы привели Наш комсомольский народ Тех матросов Которые чудом не стоят на вахте Тема собрания Патриотическая акция Революционный Держите шаг Докладчик просит 20 минут Докладчик замполит Он долго говорит О воинской дисциплине Ее нужно крепить А вот матрос Круций Прибыл из отпуска И вслед за ним Прибыла посылка С пятью литрами вина Почтальон Пуськов Которому была адресована Эта посылка Метался с ней В лестничных пролетах Как отравленная крыса Метался пока не попался Кто желает выступить По актини тема актуальная Заместитель После всеобщего Пятиминутного молчания На актуальную тему Не выдерживает Давайте все-таки послушаем Что же скажет матрос Куций А то он валит на своего отца На брата На Пуськова На социальное происхождение На Молдавию Но как в Молдавии узнали Что на свете белом Существует такой Пуськов Вот я бы например Сидя в Молдавии Не догадался бы Куций встает Безвинные глаза его Изучают потолок Ну я Это Это не я Это брат Всем понятно Садитесь товарищ Куций Кто желает выступить Всем понятно Поэтому все молчат Приглашенный на собрание Злой младший командир Того самого Украшенного Ублюдками Типа Куций Подразделения Ни с того ни с сего Обращается К одному из моряков Кузнецов А вы почему молчите Почему не встанете Не скажете здесь то Что вчера вы мне говорили Здесь же можно говорить Вот вы и говорите Встаньте и смело Не трусьте Доложите О сапогах доложите Личный состав Не любит сапоги Сапоги на флоте Никто не любит Вечная война С одеванием флота В сапоги Матросы Их выбрасывают Сразу же Как только получают И надевают ботинки Снашивая их в хлам Кузнецов не трусит Он просто не знает Всех русских слов И говорить его Никто не учил Он вскакивает И начинает Не одену я сапоги Я три года Не положено Да Они штабники Они перед комдивом Ходят в ботинках Бербаза А я в сапоги Да Не одену Я три года В автономках А теперь в сапоги Да Замполит дает Кузнецову Свое крепкое Замполитское слово Что он Кузнецов Наденет сапоги Кузнецов заикается С трясущимся лицом Из-за беспросветной Казармы Койки Холода Корабля Вот этого Неснимаемого ватника Из-за того Что люди врут Он не может говорить У него горловые спазмы Овладевает он горлом Только для того Чтобы заорать Не одену Не одену сапоги Бунтуют Кузнецов Не одену Сажайте Вешайте Товарищи Есть предложение Прекратить прение Кто за И дальше Слушали постановление По патриотической акции Революционный Держите шаг В 18 часов Того же дня Прямо на докладе Командиров Боевых частей И служб Сообщили Пожар в цехе Номер 15 Тяжурный подчасти Тут же убегает За ним исчезает ОСО Аварийно-спасательное отделение По кубрику Наблюдается Нервное перемещение Офицеров Конец рабочего дня И никому не хочется напрягаться Старпом смотрит на зама А зам на старпома Старпом решает Это учебная тревога ОСО убежала И хватит Пошли ужина Не говорит он заму Дополнительных вводных Не поступает И напряжение ослабевает Офицеры Для очистки совести Слоняются по кубрику И спрашивают друг друга Ты не знаешь Надо бежать по тревоге А черт его знает Да какой там бежать Скажут когда надо будет А ты не знаешь Фактически горит Штурман К которому обращен Последний вопрос Оборачивается Секунду думает С нездешним взглядом И медленно Расставляя акценты Говорит Где же Найти Отпускной Билет Чистый бланк Нужен У тебя нет На корабле Прибежал только один офицер Он из тех У которых Вечно судит Сзади Горит Фактически У соседей В центральном Его встречает Вахта В ватниках Общий хохот Товарищ капитан Третьего ранга А мы все ждали Вас ждали Все думали Где вы И кто же возглавит Борьбу за живучесть А ну заткнуться Всем встать Где противогазы Там может люди горят Все встали Беззлобно заткнулись И пошли на пожар Пожар потушили Через час Как ни странно Без жертв На утреннем построении Переписали тех Кто был не в сапогах Субтитры сделал DimaTorzok